И так, ну что ж, Ария Рума и маленький любитель покушать, и всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш покушен слуга Мамору, и мы продолжаем проходить сборочку Майнкрафта с модом Клейп. Как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли кое-какие маломальские в каком-то смысле изменения. И это было всё связано благодаря тому, что мы в прошлой части с вами изучили беспроводную передачу жидкости и предметов. Первое, что здесь появилось, это обновлённая система по продаже наших красных ягод, благодаря чему это просто сделано наилучшим образом, так что количество серебряных слитков у нас идёт в оптимальном масштабе. Я здесь сделал просто-напросто магмовый генератор, и просто сделал таким образом, чтобы из портативного интерфейса хранения предметы забирались быстрее, благодаря латунной воронке, а не обычной воронке, как это было до этого, благодаря чему продажа этих всех предметов идёт гораздо удобнее. Дальше я переделал немножечко вот этот вот весь цех, который у нас производит песок, а всё потому, что опять-таки мне понадобилось здесь сделать для будущих проектов буфер этого самого песка. Правда, это всё ещё в стадии наладки, но ничего страшного, я думаю, всё это образумится у нас каким-нибудь образом. Главное, что это у нас пока что всё работает, и мы будем надеяться, что это всё также и продолжит у нас работать. Из-за того, что я здесь переделывал систему, мне пришлось убрать отсюда линию, которая идёт у нас с песком, а также линию, которая идёт у нас с булыжником. Булыжник теперь не нужно нам оттуда поставлять, и он у нас здесь производится по месту, и как мне кажется, это самый лучший вариант. А песок у нас также оттуда, благодаря буферному сундуку, поставляется прямиком в наше депо, из-за чего у нас всё работает очень даже замечательно. Это все изменения, которые коснулись как минимум этой нашей базы, ну и за заключением того, что, конечно же, я увеличил здесь размеры нашего сундука, в принципе, просто нашёл на него кармашки, что не очень-то и критично. Главное, что произошло у нас, это произошло вот в этой части нашей базы, я лишь за кадром здесь сделал всё таким образом, чтобы максимально удобно здесь начинать работать именно в этой серии. Основная часть работы была произведена вот в этом районе, у нас генератор базальта всё там же остался, но главное, что у нас здесь сделана, получается, полностью вот эта вот цепочка квестов, которая связана с производством кусочков коксового угля. По факту ничего такого серьёзного здесь не произошло, и всё то, что здесь есть, мы когда-то с вами делали уже, и я просто эту всю систему систематизировал наилучшим образом. Получается, здесь у нас идёт уголь, уголь поставляется в два пиролизёра, из пиролизёра выходит коксовый уголь, попадает в буфер, из буфера он обмывается водой, молится в пиле, обмывается водой и снова молится в пиле, после чего он уже попадает в ещё один буфер, где у нас производятся кусочки коксового угля, как и нам завещали эти самые квесты. Основная моя часть, пока я здесь экспериментировал, всё на свете делал, это, конечно же, не создание всей этой системы, я хотел экспериментировать в плане производства нашего вращающегося момента. Как вы можете видеть, я здесь уже построил ветряную станцию, здесь у нас ровно два стака этих самых парусов, благодаря чему это всё у нас безобразие вращается, и он нам выдаёт максимально 8192 единицы нагрузки. Сейчас же эта вся система грузит это всё безобразие на 9%, что в принципе нормально и сможем мы его использовать ещё очень-очень много. А эксперимент же мой заключался в следующем, у нас благодаря моду Create добавляется новая система выработки нагрузки вращающейся энергии, и это происходит благодаря, как ни странно, эры латуни. У нас здесь ставится обычная печка, на печь ставится печной двигатель, и недалеко у нас ставится маховик. Благодаря тому, что мы из сундука с углём поставляем уголь в печку, а сверху у нас есть камень, печка у нас постоянно горит. Ну и выплёскивает весь ненужный выбрасываемый камень просто куда-то вниз. Из-за того, что печка горит, получается она, я не знаю, возможно на кинетической просто энергии, хотя использовать пар было бы намного эффективнее, производит вращающийся момент мощностью 16 тысяч единиц нагрузки. По площади, как вы можете видеть, это совершенно две несравнимые вещи, и по количеству нагрузки это тоже две несопоставимые вещи. То есть буквально в два раза выше при затратах на производство гораздо меньше. Нам не нужно теперь держать овец и производить кучу парусов. И вот эта вот система, как мне кажется, гораздо удобнее и лучше, и мы её в дальнейшем обязательно будем использовать. Скорость вращения вот эта система даёт 16 оборотов в минуту на старте, и так же, как вот эта вот. То есть при той же скорости вращения, вот эта система выдаёт в два раза больше нагрузки, что не может, конечно же, меня не радовать. Ну так вот, благодаря тому, что у нас здесь появляются кусочки коксового угля, мы с вами можем дальше продолжить изучение этих модификаций. Вот эта вот часть у нас полностью выполнена. Конечно же, мы не забыли о том, что у нас жидкость, которая здесь производится без проблем, уничтожается благодаря аннулятору, и всё у нас замечательно. Единственный момент, который мне до сих пор не нравится и до сих пор меня не устраивает, это тот факт, что у нас идёт это крайне медленно. И надо будет в дальнейшем делать ускорители, наверное, какие-нибудь сюда, но об этом чуточку позже, когда у нас появятся более лучшие источники производства энергии, хотя, в принципе, этого нам хватает. Ну так вот, насчёт квестов. Вот с этой вот линейкой вообще я разобрался, и это делается достаточно легко, но я хочу это сделать в последнюю очередь, как ни странно, после того, как я сделаю линейку крафтов с песком. То есть доставка песка, мы организуем это не проблема. Предлагаю начать это вот с этой вот части, получается, базы. Сейчас в любом случае мне на ту базу бежать, так что сейчас мы дальше будем изучать. Дальше нам предлагается сделать шарики песка с 12% шансом из песчаника. То есть здесь нам нужно сделать крафтер, который из песка будет получать песчаник. Я боюсь то, что нам понадобится гораздо больше песка, но я думаю то, что это вообще не проблема, и это мы сможем обязательно сделать. Хорошо, давайте этим займёмся. Так, а дальше что получается? Нам нужно будет эти шарики песка, высушители предметов, а дальше нам понадобятся кусочки этого самого песка, которые мы здесь будем получать. А также мы будем получать жидкий песок, который нам понадобится в дальнейшем. То есть эта нам система позволит сразу получать две фракции чивольта. В принципе, это всё достаточно легко делается, и достаточно быстро мы сможем с вами это всё безобразие скрафтить. Главное, я надеюсь, что мне хватит песка на все наши нужды. Получается, здесь у нас стоит вентилятор, здесь, получается, у нас стоит ведро воды, здесь мы, получается, делаем с вами песок. Давайте, благодаря обычной латунной воронке он будет попадать в воду, и всё это будет дуться благодаря вентилятору, и попадать в какой-нибудь другой источник. Драйвер, наверное, забыл, забыл, я забыл, потому что нам нужен здесь не песок, а песчаник. Это я забыл, конечно же. Сейчас исправим. То есть здесь у нас должна стоять вот такая вот система. Крафтеры подключены, получается, к драйверу, который будет это всё у нас изобразие объединять. И крафтить из этого всё песчаник. Хорошо. Осталось лишь только мне здесь подать крутящийся момент, но это сделать достаточно легко. Всё готово. Теперь это всё крутится и вращается, но скорость совершенно меня не устраивает. И более-менее устраивает то, что здесь вращается не в ту сторону, но это легко исправить. Сейчас мы просто сделаем здесь тыдыщ, тыдыщ, всё работает. Ну, вот такая вот скорость меня устраивает, я согласен. Я увеличил здесь передачный момент до 256, и при этом у нас, получается, скорость ограничивается лишь тем, с какой скоростью предмет попадает в воронку. И это даже можно исправить. Нагрузка у нас выросла не сильно, и меня, в принципе, это устраивает, так что давайте оставлять это на постоянной основе. С тем учётом, что мы здесь сделаем передачу песка в эти самые драйверы благодаря воронке. Ну вот же, совсем другое дело, совсем другое дело. Всё, у нас даже появился здесь с вами первый шарик из песка. Мы можем его без проблем запихнуть в латунный фильтр, и пусть у нас всё это безобразие делается, перерабатывается и создаётся. Благодаря чему мы получаем здесь без проблем шарики с песком. Если у нас будут проблемы с песком, а я вижу то, что они уже есть, нужно будет увеличивать масштабы его производства и делать несколько таких сундуков. Но я думаю, это могу я сделать за кадром. То есть вот эта вот машина, которая производит наш песок, её одной машины недостаточно. В результате чего мне понадобится создать несколько таких машин. Я заметил тут небольшую проблему с сортировкой, так что эта проблема была решена. Я надеюсь, с песком здесь станет немножечко полегче, но тем не менее, его будет всё равно ещё здесь мало нам. И с чем нужно будет его количество, конечно же, увеличивать. Ну ладно, будем пытаться это решать, будем пытаться это смотреть, как это будет на самом деле выглядеть. Пока что я продолжу выполнять эту цепочку. Шарик мы выполнили. Получается, нам сейчас нужно сделать жидкий песок. Ну или предметом осушителя закидывать эти шарики песка. Пока что временным вариантом я ограничу эту скорость, конечно же, где-то вот досюда. Будет у нас производиться, но не так, конечно, эффективно. Ну да и ладно, главное, чтобы у нас появлялись шарики с песком. Получается, в предметный осушитель мы должны эти шарики закидывать вручную сугубо. В результате будем получать кусочки. То есть мне нужна будет здесь рука. И нужно будет жидкий песок куда-то сразу девать. А жидкий песок мы можем издевать только вот в этом квесте. В любом случае нас сборочка подталкивает к вот этой системе, где мы должны будем создать концентрированное тепло. Какой-то там заряд. Ладно. Сейчас будем разбираться со всем этим безобразием. Нам по квестам нужно будет в любом случае сделать потоковый магнит. Его мы сделали. Теперь нам нужно придумать способ, как этот магнит заряжать. С этим уже будет посложнее чуточку. Ведь для него нужен, получается, специализированный порт для зарядки предметов. А здесь нам не пишется, к сожалению, где именно мы можем его заряжать. А, ну, зарядка тут достаточно все просто. У нас есть энергетический зарядник в сборке, который будет у нас заряжать благодаря энергии наши магниты. Также, помимо этого, мне понадобятся, как я понимаю, лампы какие-то. Без разницы, какого цвета. Они крафтятся благодаря созданию белых ламп, которые у нас создаются благодаря стеклу, редстоуну и какой-либо светопыли. Цветопыль хорошо, что у меня осталось. Насчет красителей будет, конечно, потруднее, но тоже у меня есть. Я думаю, одной мне хватит этой лампы для всего того, что я здесь хочу. Белая лампа у нас есть. Из нее делаем вот такую вот лампу, аж 4 штуки на секундочку. Вот эта вот лампа нам потребуется для лазера. Также для лазера нам потребуется рамка этого самого механизма. Теперь у нас есть потоковый магнит заряженный. Ну, зарядник сейчас делаем. Получается, для этого зарядника нам не хватает константана, который получается в индукционной плавильне, благодаря смещению никеля и меди. Достаточно замудренный крафт, но главное, что у нас все это без проблем крафтится. Так, зарядник мы, получается, делаем. Его зарядить, я думаю, будет вообще не проблема. С этим мы справимся благодаря магмовым генераторам. И также мне потребуется здесь, раз мы делаем магмовые генераторы, для них питалово. А питалово для них это лава, которая у нас появляется в эндер-резервуарах. Получается, нам нужно потоковый магнит заряженный и любое количество базальта прогнать через алхимический лазер. Что значит прогнать, это очень странный такой момент. Но, допустим, мне очень сильно сейчас не хватает какой-нибудь логики, имея в виду логических решений, логических иммидаторов, к помощи которых я смог бы реализовать это все решение. На самом деле, это делается в два клика, как я понимаю, там буквально две простые команды. Но как именно реализовать это с помощью языка Майнкрафта, я вообще не представляю, на самом деле. Вот так вот получается у нас работает лазер. Когда у нас получается кулак, именно что кулак бьет по рамке с механизмом, а под ним размещена белая лампа в клетке, у нас происходит разряд, который генерирует сигнал, в который у нас получается бьет лазер. Здесь же у нас есть рычаг, который обязательно должен запитывать эту лампу. Так, теперь же я хочу зарядить, попробовать магнит. Ну, чуть-чуть. Сколько тут? 3000 РФ. Если я просто кладу это все под этот, не работает тогда. Я попробовал здесь делать с помощью конвейеров, и, видимо, не вариант. Обязательно, то есть на сборке вынуждает буквально использовать вагонетку для того, чтобы это все было реализовано. Хорошо, не проблема. Сейчас попробуем. У нас получается есть загрузочная вагонетка, у нас есть рельсы, у нас потом здесь будет загрузка из этого драйвера в нашу вагонетку, допустим, как-нибудь. И у нас есть вот такой вот маршрут, по которому эта вагонетка будет кататься. Я так понимаю, когда у нас все это безобразие будет работать в полной мере, нам нужно будет сделать так, чтобы рамка механизма здесь работала в полном объеме и с большей скоростью. Хорошо, теперь же мы здесь ставим загрузчик наших этих самых вагонеток. Если я все хорошо понимаю, то он должен стоять на путях, и давайте пробовать дальше запускать эту вагонетку. Если, допустим, я загружу вагонетку сейчас, наш ресурс, у нас, конечно же, ничего не будет происходить, и все потому, что у нас скорость очень маленькая. Нужно ускоритель прямо сейчас придумать, но это будет достаточно легко сделать. Хотелось бы большую скорость, но я думаю, и этого будет хватать. Ага, я вот что вижу. Он у нас, получается, забирает уже из вагонетки ресурсы. Вон оно что. Сейчас тогда нужно будет по-другому эту схему делать. У меня есть парочка идей, и я думаю, я всю схему придумаю, когда обмозгую, как это все будет работать. Только вам похожу, потому что здесь у меня очень сильно плохо. Все с вагонетками, и я вообще без понятия, как это должно работать. Ну, как-то так в итоге получается. Я сделал теперь эту схему. Она теперь целиком и полностью работает. Мне потребовалось очень много времени, чтобы это все реализовать, чтобы это все сделал, чтобы это работало. У нас здесь есть вагонетка, которая ездит туда-сюда. Первое ее место, это вот этот вот наш, получается, разгрузчик. У него здесь есть три выхода. Первый выход, лишний базальт, который здесь в случайном образе разгружается. Он по беспроводному соединению попадает обратно в схему. Второй у него выход, линейного магнита, который находится вот здесь вот внизу. Он у нас также переходит по латунным вороткам и отправляется дальше на зарядку. И получается здесь мы получаем конечный продукт, который идет у нас по нашей линии конвейерной. Следующая точка нашей вагонетки, это получается станция загрузки магнита, который здесь у нас и заряжается. То есть он здесь вот выгружается, попадает в сундук. Из сундука он сразу же попадает в зарядник, который заряжается благодаря магмовому генератору. Из зарядника он случайным образом, благодаря таймеру, попадает в лоадер. И из лоудера же он попадает в Майнкрафт-карт Вот этот вот И здесь успешность существует Но даже так, я погляжу, нам полностью не хватает времени Для того, чтобы зарядить этот потоковый магнит И все равно у него не хватает времени Банально на загрузку Что очень-очень сильно печалит меня Даже несмотря на то, что я здесь сделал улучшения Как бы, которые Должно увеличивать передачу РФ Он все равно не успевает вот за это вот время Передачи заряжаться Ну ладно, ничего страшного Пусть у нас это самое время увеличится Если что, там есть еще как бы улучшения Которые мы могли бы сюда запихать К сожалению, не смог ничего другого придумать Кроме как использовать здесь таймер И как-то замедлить способ зарядки Этого самого потокового магнита Поскольку я не нашел ни одной системы Которая бы считывала NBT теги предметов С помощью чего этого можно было бы реализовать Вообще без проблем Но, увы и ах Приходится выкручиваться именно вот такими методами Приходится самостоятельно как-то замедлять всю эту систему Из-за чего у нас вагонетка Можно сказать поражняком ездит какое-то время Но ничего страшного Дальше у нас получается Она может случайным образом проехать через рамку механизма Поскольку у меня в этой системе предусмотрено то, что Она не успевает выгрузить весь базальт И то есть обратно она тоже с частью базальта едет Я думаю, что это нормально И так мы увеличиваем шансы То, что она попадет на большой промежуток Вот этого вот выстреливающего луча Последняя основка нашей вагонетки Как ни странно Загрузка этого самого базальта Который здесь у нас производится Благодаря генератору этого самого базальта И в итоге все Так вот вся выглядит схема И не пришлось бы на самом деле на ней так сильно думать Над ней так сильно заморачиваться Если бы не система рельс Которая здесь у меня организована Вот здесь у меня стоит рельса с датчиком Которая через повторитель Запитывает вот эту рельсу Чтобы майнкарт проходил именно отсюда Сначала сюда Потом, благодаря выдержанной задержке Он бы попадал В нашу вот эту часть системы И когда же он получается Пройдет случайным образом через лазер Он снова происходил на начальную точку загрузки И цикл бы повторялся заново Таким образом Все это работает Все это существует В принципе скорость меня достаточно устраивает Пока я ее строил Большую часть времени она не работала Но даже так Мы умудрились с вами 32 стака накопать И еще тут стаки продолжают идти и идти И меня в принципе это устраивает Последний нюанс Который хотелось бы сказать Чтобы эта система работала Майнкрафт лоудеры должны быть задействованы На отдачу Ростонс сигнала Вот это должен быть задействован На то, чтобы один слот Оставлял он рано или поздно У майнкарта пустым И тогда вся эта система работает Более чем замечательно Меня полностью это устраивает Как оно есть Это затратило больше времени Чем я думал Было несколько вариантов Этой самой системы И я рад Безмерно рад Что у меня это вышло в итоге Даже я вижу небольшие баги с секторами Но ладно Выполняем квест Дальше получается этот базальц Нам нужно пропускать через измельчители И получать порошок базальца Это вообще не сложно Сейчас это быстро сделаем Я как и говорил Это было до безумия просто Главное что у нас сейчас Это все молится И должно попадать в драйвер Я надеюсь на это Так как я и говорил Они сюда попадают Замечательно Квест мы тоже выполняем Дальше это все попадает Получается у нас В чашу Вместе с механическим прессом Которая делает из этого Земляной заряд И готово Получается у нас здесь есть Необходимая нам чаша Которая все это организовывает Смешивает и прессует И также есть теперь у нас Успешным образом Конвейер Который все это отсюда Забирает И теперь у нас есть Эти земляные заряды Которые мы дальше Где-то можем использовать Квест мы выполняем И вот оно Наконец-то мы с вами Совместили Спустя столько времени Обогащенные Крупнозарядерные Куски Это все у нас Совмещается в адекционной Плавильне В принципе хорошо Это можно сделать И организовать А вот и самая проблема Я же тут Конечно же Ничего не доделал И оно так и осталось В подвешенном состоянии Нужно это исправлять И нужно все это Доделать сейчас Систему Которое бы Получало Из вот этих вот Шариков с песком Кусочки песка Конечно же Мне для стабильной работы Здесь понадобится Автономный активатор То бишь рука Но как это все организовать Я что-то себе ума Пока что не приложу Так готово Получается здесь Я должен где-то разместить Жидкостный контейнер И осталось лишь Дело за малым Подвести сюда Какой-нибудь Кинетический момент Все готово Мы получаем здесь Мелкий песок И какие-то кусочки Должны были получать Но все это Как-то особо Не получаем Возможно Возможно Дело все в том Что здесь у нас Заполнилось Жидким песком Поэтому у нас Ничего здесь толком И не происходит Но для того Чтобы мелкий Использовать песок Его сразу нужно Куда-то девать Получается Его сразу нужно Закачивать в чашу Труба Которая будет Выкачивать всю жидкость И помещать ее В чашу В которой Должно помещаться Уже потом Быть все остальное Теперь мне нужно Эту жидкость Запитать Интересно мне Это пойдет Мелкий песок Или не пойдет Или как мне Вообще его доставать Надо Ага Пошел Да Замечательно По-хорошему Буфер бы разместить Какой-нибудь Ну да и ладно На самом деле Пускай это будет Хотя бы в таком виде Так теперь Антезитовая воронка И все то Что здесь производится Должно также Попадать у нас В чашу Осталось только Разобраться Почему это все Не работает Было бы вообще Замечательно Аааа Ничего себе Слушайте А тут как-то Очень заморочено Это все получается Как только Автономный активатор Здесь делает Свою работу Он сразу же Берет в себя Вот этот вот Шлаг Который у нас Здесь производится И получается Мы должны будем Его забирать Не из предметного Сушителя А из руки Вот для меня Достаточно неожиданно Я надеюсь Что это можно Желатунной воронкой Сделать Теперь мне нужно Конечно же Вести некоторые Коррективы Потому что у меня Не было в планах Именно такого Все рода Размещения Пришлось еще Чашу вверх Перенести Но зато Теперь это все Работает Ну и да Случилось то О чем я как говорил Здесь у нас Сундуке В котором должен Лежать песок Песка вообще Не осталось Все по идее готово Теперь точно Все подсоединено И все это Полностью Функционирует Таким образом Как мне и нужно Остался лишь Последний ингредиент Это вот эти Самые земляные Заряды Передел Получается Систему Осталось лишь Здесь разместить Эндерс сундук Таким образом Что теперь Песок у нас Отсюда Вылетает Попадает В индукционную Плавильню Мелкий песок Как шел в чашу Так и продолжает Идти в чашу Здесь в Эндерс сундуке У меня размещены Вот эти самые Земляные заряды Которые у нас Там производятся Просто было неудобно Тащить через всю Базу конвейер И ради сохранения Продуктивности Я использую Именно эту систему Таким образом Здесь у нас Появляются Кусочки песка И земляные заряды После того Как они будут Здесь произведены Очищенный песок У нас без проблем Будет попадать В нашу чашу Где будет производиться Необходимые нам Вот эти самые Кремниевые соединения Останется Сюда только Подвести Кусочки Какого-то Куксового Куксового Безобразия Которое Может произвестись Также не стоит Забывать То что здесь Мне нужно будет Разместить Магмовый Генератор Разместил Благодаря тому Что у нас Вот эта красная Штучка Направлена вверх У нас Лава Самостоятельно Попадает В наш Генератор И у нас Пошло Поехало Процессы Воссоединения И соединения Так Теперь же Мне нужно Вот эти Кусочки Отправить Вот сюда Все готово Я подвел И последний Штрих Вот здесь Вот тоже Бам У нас Пошли Вот эти Кусочки Куксового Угля Вот в нашу Систему И начинают Здесь Мешиваться Начали бы Обязательно Если бы Я здесь Как и было Сказано В крафтах Разместил Все то Что нам Необходимо Главное Здесь у нас Есть очищенный Песок В крафтах Он у нас Выполнился И осталось Лишь делать Слияние Которое Делается Благодаря Прессования Наш молот Начал свою Работу Последний Штришок И получается Даже конвейер Исходящий Из нашей Чаши Я тоже Подключил И теперь У нас Все это Собирается В нашем Драйвере Ура 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 Я получается За серию Очень сильно Продвинулся Ну и серия Наверное У вас Получилась Достаточно Долгой Я за серию Безумно Продвинулся У нас Просто Гигантский Я бы сказал Прогресс Во всех Направлениях Во всех Планах И меня не может Конечно же Это не радовать Наша следующая серия Должна ждать Новая система По Созданию Льда Не знаю Что именно Это будет Я еще пока что Не разбирался В этих Деврах Но будет Надеюсь Что безумно Интересно На мой взгляд Это была Одна из самых Продуктивных Серий Которые Я вообще Когда-либо Снимал Тут были Безумно Интересные Машины Которые Было Безумно Интересно Строить И если Вам так же Как и мне Нравится Все это Безумно Смотреть Я надеюсь На вашу Поддержку Между сериями Меня ждет Большой Достаточно Промежуток В которых Я буду Модернизировать Различные Системы И начну Я пожалуй С машины Которая Должна Производить Нам Безумно Большое Количество Всякого Разного Песка Ну и В таком Случае Пожалуй На этом Все Всем Спасибо Что Смотрели У микрофона Было Как Всегда Ваш Покор Слуга Мамору Еще Услышимся